К шуму стройки за окном жители улицы Первомайская привыкли. Да и дело хорошее – строят детский сад. Однако, по их словам, большое дошкольное учреждение разместили на слишком малой площади. Когда садик будет построен, на парковочные места останется полоска шириной всего 3 метра. Мы остаемся без парковочных мест, без детских площадок, без придомовой территории. Значит, вообще даже не сможем подъехать к своему дому. План строительства детского сада останется без изменений, говорят представители администрации. Для жителей соседних домов найдутся компромиссные решения. Установить шлагбаум для того, чтобы представить ключи для шлагбаума только жителям вашего дома. И, по сути дела, на этой территории могли бы парковаться только жители вашего дома. На сегодняшний день где-то около 15-17 машин ставятся вдоль дома. Будут обустроены парковочные места именно на 15-17 машин и оставят маленькую детскую площадку. Лишаться огороженных парковочных мест жители не хотят, ведь рядом 53-я школа, куда родители привозят своих детей. И двор постоянно забит машинами. Мы просим, я говорю, еще раз посерьезнее отнестись к этому вопросу и оставить нам так, как все есть, нашу парковочную зону. И в дополнение к этому пускай они поставят нам шлагбаум. Жители не хотят остаться без придомовой территории, однако согласно кадастровому плану нарушений строительства нет. Детский сад планируется сдать к концу осени. К этому же сроку возле прилегающих домов будут оборудованы новые парковочные места. Наталья Григорьева, Александр Орлов, Люберецкое районное телевидение.